Здравствуйте, дорогие телезрители и мои подписчики на канале YouTube. Посмотрите на мою умную физиономию. Вот это что, как вы думаете? А это мои изыскания по поводу лунного посевного календаря. Хочу очень сказать, что связь между циклом Луны и развитием и ростом растений очень важна. Ну, я в это верю, то не верят не смотрите. Никого не призываю соблюдать то, что делаю я. Но я уверена, что Луна на нашем небосклоне не просто так. Если уж ей подвластны течения рек вспять, приливы и отливы, то, наверное, человек страдает все время в полнолунии, голова раскалывается там и так далее. Ну, наверное, и на растения Луна действует нисколько не меньше, чем на нас и на всю остальную природу. Вы все просите рассказать про посевной лунный календарь, про знаки зодиака, за этот зодиакальный круг, который Луна проходит за месяц. И мне очень хочется пробежаться сейчас по знакам, посевным и непосевным. А потом я вам скажу посевные дни, по моему мнению, и не только моему, в марте и в апреле, чтобы вы заранее все это себе записали. Значит, начнем с водолея. Водолей относится к неплодородным знаком вообще. В водолее можно косить, полоть, убирать то, что вам не нужно, вырезать, отпилить, выбросить. Это да, это водолей, потому что посеяв в него семена, вы получите обязательно три дохлых, чахлых, ну может быть один росточек из всех семечек 10-20 как-то выживет. И знаете, что придумали ученые, оригинаторы, селекционеры? Когда в водолее сеют растения, они делают это специально, потому что выращенный, все-таки выхоженный, выстраданный водолей, какой-то цветок или какой-то там, не знаю, томат, дерево, без разницы, оно, если выживет, приобретет такие признаки, такой цвет, такую форму, совершенно необыкновенную. Ну, про водолей все, мы в него не сеемся. Следующий знак, и водолей, кстати сказать, это знак воздушный, и отвечает он за плоды. Следующий знак в зодиакальном круге, это овен, и он, естественно, огненный знак, и отвечает за цветы. Овен считается полуплодородным знаком, но я бы сказала, все-таки овен, он гораздо горячее, чем даже лев из этого же тригона. Каждые три знака, входящие в знак огня, в знак воды, и в знак земли, и в знак воздуха, он называется тригоном. Значит, как-то лев пооскромнее, чем овен. Но в овен все-таки можно сеять все низкорослое, что сразу пойдет на еду. Можно посеять, например, коротконогие помидорки, потому что посеянные в этот знак помидоры высокорослые, у них очень сильно быстро будет развиваться верхняя часть, а корни отстают намного. Поэтому коротконогие помидорки не возбраняются, но пикировать в знак овна очень даже рекомендуется. Убирать урожай в знак овна на убывающей луне очень даже хорошо. Ну, на этом, пожалуй, и все про овна. Следующий знак возьмем лев. Это тоже тригон огня. Он очень мощный, но не такой сжигающий, как овен. Он сухой и бесплодный знак. Но все-таки есть мнение у людей, которые занимаются высадкой кустарников плодовых, деревьев. Они считают, что лев обладает очень сильной энергией. И если на границе, например, рак, переходящий в лев, посадить деревце или посадить кустарник, то это будет хорошо. В лев можно обрезать, выкапывать, убирать что-то. И помните, что все-таки сеять ничего в лев нежелательно, потому что и семена будут очень низкого качества. Следующий знак стрелец. Он тоже из тригона огня. И он тоже достаточно сильный. Он считается тоже полуплодородным. То есть полуплодородный не для всех растений он подходит. Можно посадить лук, чеснок, перец, зеленые культуры. Но, понимаете, чеснок, посаженный в стрелец, даст хороший урожай. Но если этот чеснок посадить на следующий год, как посадочный материал использовать, он даст вообще отвратительный просто урожай. Поэтому не рискуйте. Все-таки он полуплодородный. Едем дальше. Значит, следующий знак это рак. И он входит в тригон воды. Рак, скорпион и кто там у нас, третий, рыбы. Значит, рак считается одним из самых плодородных знаков. Но есть одно но. Оно заключается в том, что у растений, посеянных, посаженных в знак рака, корни слабовато развиваются. И плоды, которые мы соберем с этих растений, они долго храниться не будут. Семена, ну, так себе, комси-комса среднего качества. Поэтому в рак, конечно, картофель высаживать нежелательно. Ну, раз поехали, значит, давайте тогда уже из тригона воды все знаки расскажу. Рыбы всходы очень дружные, растения красивые, цветы крупные, плоды сочные, необычное все, все замечательное. Но опять есть одно но. Если вы зелень великолепная, конечно, все травы, но если вы сразу употребляете на еду, тогда да, в рыбы. А если это на хранение, тогда нет ни рыбы. И у этого знака есть еще и еще маленькое но. Корнеплоды, посаженные в этот знак, особенно картофель, приобретут, натянут на себя все неприятные запахи из земли. Навоза положили, значит, навозом будет пахнуть картошка, керосином полили, значит, керосином будет пахнуть картошка и так далее. Поэтому корнеплоды нет, только все, что идет сразу в пищу. Ну и, конечно же, третий знак из тригона воды, а вода, знаки воды отвечают за листья. Это, конечно, скорпион. Он практически такой же плодородный, как и рак. Но его преимущество в том, что растения, посаженные корнеплоды в этот знак, они не натащат на себя неприятных запахов. И у скорпиона есть отличия. И верхняя часть растения, и нижняя его часть корневая система развиваются одинаково хорошо. Растение не страдает практически от болезней и не страдает от пересадок. Очень быстро приживается, при этом не цепляя никаких вирусов и никаких бактерий. Следующий знак будет весы. Это тригон воздушный. Отвечает за плоды. Этот тригон и знак этого тригона весы, он тоже очень плодородный. Очень. И семена, как у скорпиона, также и у весов отличного качества и в большом количестве. Он развивает и верхнюю часть, и нижнюю часть. Также растения прекрасно себя чувствуют при пересадке, принимаются быстро. Ну, весы и скорпион одни из лучших знаков. Поэтому рекомендую всегда присматриваться в лунном календаре именно к ним. Ну и, конечно, у нас остался тригон земли. Туда относятся дева, телец и, естественно, козерог. Дева, вот знаете, если бы это был очень плодородный знак, было бы просто великолепно. Потому что семена, самые чахлые, самые дохлые, посеянные в деву, взойдут все. И очень дружно. Представляете себе? Ну, только что дева как бы не отвечает же. Она за плоды, она за корни отвечает. Знаки земли, тригон земли отвечает за корневую систему. Поэтому дева не даст вам там чего-то такого необычного. Но однолетние цветы, которые не имеют запаха, будут просто великолепны. Ну и, конечно, у нас остался телец, знак надежный. Ну, вот есть проблема у тельца и козерога, это оба знака земли. Они очень медленные, растет медленно. Хорошо сажать в телец деревья, кустарники, они будут красивыми, они будут мощными. И плоды будут красивыми, и крупными. В телец и хранится все замечательно, и корнеплоды замечательно. Но только растет медленнее, чем другие знаки могли бы сделать это с семенами. Поэтому, сея и сажая в телец, всегда об этом помните. Ну, знак хороший, даже очень. Ну и остался у нас один знак, это тоже знак тригона земли. Это козерог. Козерог – знак, отличающийся от всех и плодовитостью, и дружным сходом семян, и отсутствием болезней, и быстрым восстановлением после посадки. Но он тоже медленноватый, и его «но» маленькое – это тоже медленная, более медленная, чем верхняя часть развития корневой системы. Но семена высочайшего качества храниться будут куда дольше, чем написано даже на пачке. То есть у растений других знаков растения, например, хранятся 6 лет, ну все, 6 лет – это свидание. А у козерога эти же семена будут храниться не 6, а 10 лет. Вот представьте, да, два одинаковых башмака, а какая разная судьба, как в том фильме. Поэтому, выбирая себе знак для посева и посадки, вы должны все-таки помнить, что они разные. Они все хорошие. Только в одном посадив, вы увидите фигу с дрыгой, а в другом посадив, вы увидите такую красоту и такую вкусноту. Ну, на этом попрощаюсь. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!